Ребята, не забывайте о том, что вы можете легко попасть ко мне в друзья, потому что я добавляю самых активных подписчиков. Всё, что вам нужно сделать, это пройти по ссылке в описании, на мою страницу ВКонтакте и кинуть заявку в друзья. А также быть самым активным, лайкать мои фотки, посты и оставлять комментарии. Самых активных я добавляю. Я уже добавил много подписчиков и ты не будешь исключением. Кидай заявочку и я тебя обязательно добавлю. Желаю приятного просмотра! Всем здарова, дорогие друзья! Друзья, с вами по-прежнему Овер, мы продолжаем играть в замечательную игрушку под названием Beam Engine Drive. Ну что ж, друзья, сегодня у нас будет прикольный ролик, в котором мы вместе с вами будем проходить оффроуд. Друзья, давненько у нас не было оффроуда и я добавил нашу любимую машинку Ниву для того, чтобы попроходить, ребят, сложные испытания. Как вы смогли уже заметить, наша асфальтированная дорога закончилась, друзья, и впереди нас ждут вот такие вот, друзья, испытания на обрыве. Посмотрите, у нас гигантская скала, друзья, вместе с вами, и по этой скале мы должны, ребят, забираться всё выше, выше и выше уже по бездорожью. Такого ещё ни разу, друзья, у нас не было. У нас были и грязюки, друзья, да, и различные горочки и камни, но прям чтобы на обрыве, ребят, такого ни разу не было. Поставьте, пожалуйста, большой палец вверх. Заранее вам, друзья, огромное спасибо. Ну и, в принципе, мы уже начинаем. Как я уже сказал, дорога у нас кончилась. Ну и погнали испытывать Ниву, друзья, на прочность вот в таких ситуациях. Она у нас уже, вот, ребят, Нива была во всех ситуациях, но вот такого ещё не было, ребят. Это действительно круто, что-то у нас новенькое появилось. Нашёл я для вас классную карту. Мы, кстати, на островах каких-то находимся, заброшенных, ребят, и катаемся. Может быть, что-нибудь найдём мистическое, друзья, поэтому смотрите обязательно до конца. Я карту, друзья, не проходил, так что сейчас будем впервые вместе с вами всё это делать. Ну и погнали. Пока что вроде несложно, ребят. Я иногда буду сохраняться, знаете, чтобы на всякий случай. Вот, например, в таких местах. Чтобы, если я вдруг где-нибудь упаду, ребят, быстренько зарезаться и так далее. Ну, пока что, друзья, Нива наша справляется. Но я вижу там дальше вот такую вот гигантскую горочку, ребят, в которую нам вместе с вами нужно заехать, да, которую нужно преодолеть. Ну, погнали. Нива, 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 ребят. Ё-моё. Всё. Походу, не хватит нам мощности, ребят, чтобы преодолеть это препятствие. Но я, конечно же, попробую. Для начала нужно взять, наверное, разгончик, да. Поехали. Я верю, друзья, в Ниву. Я надеюсь, вы тоже. И Нива, Нива у нас почти справилась. Она справляется, ребят. Она справляется с этим испытанием. Вы только посмотрите. Вот так вот снизу, да, сверху вниз, точнее. Офигеть, какая у нас горочка. Там какой-то крест, кстати, у нас даже был. Я не понял. Нива. А я не сохранился там, друзья. Ё-моё. Я там не успел сохраниться. Я что-то не подумал. Вот он как раз крест, ребят. Кто-то тут, видимо, разбился. До меня, знаете, пацанчик, наверное, заезжал на каком-нибудь гелике. У него не получилось. А мы с вами на Ниве. Ну-ка, давайте второй раз попробуем заехать. Ну да, нормально. Нива у нас справляется с этим препятствием. Погнали, ребят. Всё, вот здесь день сохраняемся. Поехали направо. Продолжаем проходить оффроуд. И параллельно исследуйте эту невероятно интересную карту. Сейчас бы прямо, ребят, поехал и просто с обрыва полетел. Вот это да. Не хотел бы я, друзья, оказаться снизу. Знаете, разбиться. Это очень опасно. Прикиньте, ребят. Вот вы в реале, да. Едете и вам говорят. Сейчас будет немножко опасная дорога. Лучше не смотреть в окно. И вы начинаете ехать вот по такому, друзья, бездорожью. Ну, тут как бы есть дорога, да. Но она грунтовая, друзья. Она такая прикатанная. И капец, это опасно. Я бы не стал, друзья, ехать. Напишите в комментах. Рискнули бы вы прокатиться по такой дороге, ребят? Если да, то, соответственно, напишите, ну, рискнули бы. А если нет, то напишите, почему, друзья. Там, боитесь высоты или не доверяете водителю. Вот со мной бы, например. Ха-ха. Согласились вы прокатиться? Я очень аккуратно, друзья, вожу. Ладно, смотрите, у нас тут такой мостик, да. Такая дорожка прям специально. Какой же обрыв, ребят? Подождите, я хочу даже немножко поставить на паузу. И просто посмотреть, ребят, вот так вот. Офигеть. Вот это высота. Боже мой, ребят. Вот это гигантская высота. Посмотрите, какая у нас Нива маленькая, кажется, по сравнению с этим, да. Вот, ребят, горой с этой. Офигеть. Это просто что-то с чем-то. Ладно, друзья, погнали. Продолжаем. Вот тут я предлагаю всё-таки сохраниться, потому что мы достаточно далеко уже поехали. И офигеть, какой мост, друзья, опасный. Он поломанный какой-то. Ладненько. Сохраняемся и погнали. Попробуем преодолеть этот мост. Воу-воу-воу-воу. Нива, тихо-тихо. Только не падать вниз. Нет. Нет. Ё-моё. Офигеть, ребят. И полетели мы с этой горы. Всё-таки, друзья, вот кто бы со мной рискнул поехать. Смотрите, мы бы сейчас вместе с вами оказались на дне, друзья, какого-то водоёма, океана-то или моря, не знаю. Но мы с вами погибли, скорее всего. Вот как вы думаете, друзья? Ну, мне кажется, да. Ладно, пробуем со второй попыточки. Ну-ка, Нива, давай. О, зацепились. Хорошо, вырулил. И заехали. Отлично, друзья. Офигенно. Вот тут вот, прям в этом домике и сохранимся. Ну и погнали дальше, ребят. Мне не терпится проехать уже дальше. О-о-о-о-о. Это, похоже, зря, ребят. Офигеть, гигантская горочка такая. Очень экстремальная. Я сейчас максимально пытаюсь тормозить, ребят. Но это что-то не очень как-то получается. Машина сама катится. Главное сейчас с управлением. Главное с управлением справиться. Хо-хо. Справился, ребят. Я справился. Это круто. Это просто невероятно. Там у нас какая-то, что ли, церковь, что ли, типа такого. Да, вот там на островке, ребят. Интересненько. Очень даже интересненько. Поворачиваем. Капец, какие тут, ребят, дороги. Офигеть просто. Реально, горная местность. Это капец как опасно. Но это даже не дороги, друзья. Это просто как бы место, где проедет машина. Ну, может, по идее, хотя бы просто поместиться. И мы по этому месту едем. Офигеть, ребят. Просто офигеть. Еще бы немножко и выпали. Ё-моё, предлагаю, ребят, здесь сделать такой вот небольшой чекпоинт. Тем более у нас там, вон, обрыв 100%, ребят, чекпоинт. Смотрите, тут даже кто-то поставил вот такой заборчик. Интересно, он сильно как бы спасает, да? Помогает он сильно или нет, ребят? По-моему, это немножко бессмысленный забор. Но все-таки, если поставили, то ладно. С первого раза я съехал, ребят, вниз. Это невероятно круто. Едем, продолжаем. Машинка подскакивает. Но это наша неубиваемая Нива, ребят. Просто неубиваемая. Поэтому я даже, если честно, немножечко не удивлен, что она проходит эти испытания. Потому что Нива нас никогда, друзья, не подводит. И за Ниву определенно, я думаю, можно поставить лайкусик, ребят. Это будет круто. Поехали, ребят, вот сюда. Погнали! Погнали! Ну, тут уже не так опасно падать, ребят, в принципе, да? Во, нормально. Но мы не едем вниз. Ну, как бы едем. Но я не хотел. Мы как бы поехали вниз, но как бы я туда не хотел ехать. Давайте попробуем забраться. Нам все-таки нужно вернуться на нашу дорогу. А, у меня колесо, ребят. Ладно, давайте сохранимся здесь. Погнали, вернемся все-таки на нашу экстремальную, условно говоря, трассу, ребят. Если это можно назвать трассой вообще такое. Во, вот здесь мы были. Все, мы едем прямо, ребят. Мы едем прямо, потому что, я надеюсь, там будет опять эпик. О, уже мост какой-то. Ну, мост, смотрите, сделан нормальным. То есть, за мостом ухаживают. У нас там заброшенные корабли. Офигеть, друзья. Вот это прикольная карта. Интересная вообще. И как бы сложная, да? И в то же время какие-то заброшенные корабли. Какие-то здания, ребят. Все такое таинственное и опасное. Но мы вот теперь, смотрите, у нас был, получается, камень, да? Теперь у нас чисто такая вот, я не знаю, ребят. Земля, песочек, грунт, да? Пошел теперь вот такой вот мягенький. И по нему Нива тоже, кстати, достаточно уверенно едет. Самое главное, не подпрыгивать, ребят. О, тихо, тихо, аккуратненько, не торопясь. Да-да, вот так. Потому что, ребят, подлетим и где-нибудь в елочке окажемся. А нам это, конечно, не надо. Спускаемся еще ниже. Смотрите, какие-то знаки, друзья. Кто-то тут явно жил. Ну, потому что и корабли были, да? И какие-то здания. Кто-то тут раньше был. А сейчас, похоже, это необитаемый, друзья, остров. И только мы с вами пытаемся на Ниве, ребят, здесь преодолевать препятствия. И куда мы приехали? О, смотрите, куда ведет нас дорога. Просто вверх, друзья. Гигантская высокая дорога вверх. Опасная, друзья, горочка максимально. Но попробуем. Я надеюсь, Нива нас и здесь не подведет. Кто бы сомневался, друзья. Какие были сомнения? Никаких Нива нас и тут, друзья, не подводит. И мы продолжаем ехать дальше. Мы продолжаем... Вау, подлетать на таких кочках. О, господи, офигеть. Еще здесь вот так. И я вижу еще один мостик, ребят. Интересно, куда он нас приведет. Или поедем прямо. Или поедем по мосту. Давайте, ребят, знаете как, поедем... А давайте все-таки по мосту. Потому что интересно, прикольно, конечно, он выглядит. О, я где-то застрял. Тихо, 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 тихо. Тихо, нам как-то надо на мостик, ребят, заехать. А можем задом. Давайте, давайте реально задом, друзья. Попробуем. Окей, ладно. О, это все заново. Нифига, где мы с вами. Я забыл что-то сохраняться, ребят. Знаете, мне кажется, что так все легко, легко. А оказывается, вот на таких вот обычных всяких препятствиях можно на самом деле и немножко перевернуться. Ладно, погнали все-таки на этот мост. Заедем и передом, друзья, чтобы не задом. Чтобы уже быстренько его проехать. И перед ним, друзья, обязательно сохранимся. Все, поехали. Заезжаем на мост. И погнали. По-моему, мы просто немножко сократили, друзья. Да, такое ощущение. О, давай, давай. Нифига занесло на мосту, ребят. Да, по-моему, мы сократили. Так, окей, ребят. И куда мы приехали? Каким-то кораблям, ребят. Нифига себе. Вот там вот снизу кораблики у нас. Но я предлагаю, друзья, доехать вон до того здания. Видите, на горе. Вот там вот вдалеке есть здание. Давайте попробуем до него, ребят, доехать. Потому что, в принципе, я вижу там дальше тоже сложные оффроуд испытания. У нас же все-таки ролик посвящен оффроуду. Так что будем продолжать испытывать нашу машинку на прочность. И поехали вот по этим дорогам. Теперь мы забираемся вверх, ребят. То мы спускались, то мы поднимаемся вот так вот выше, выше и выше. Опа! Как хорошо. Блин, ребят, как вы думаете, что лучше бы проезжало эти испытания? Нива? Гелик, например? Или BMW X5 или X6? Напишите, как вы думаете, в комментах. Вот. Это реально очень интересно. Но Нива это неубиваемая тачка, как мне кажется, друзья. Просто капец. Что в BM&G Drive, что в реале. Прям самый-самый топчик. О, нифига тут такие горочки. Ну, в принципе, друзья, Нива справляется. Со всеми этими испытаниями у нас дерево шатается от ветра. Или это духи какие-нибудь призраки его толкают. Смотровая вышечка даже у нас тут. Ладно, забираемся наверх. И мы приехали, друзья. Вот такое вот интересное, прикольное здание. Вот тут мы, наверное, друзья, и припаркуем нашу Ниву. Вот такой у нас тут, смотрите, подъем. И красивый, друзья, вид на вот эту всю замечательную карту. Ну, что ж, ребят, на этом мой ролик заканчивается. Я надеюсь, что видосик вам понравился. Сегодня мы реально поиспытывали нашу Ниву напрочно. Здесь и лайнер вот такой круизный. Прикольно все это выглядит, друзья. Карта действительно интересная. Тут осталось очень много, ребят, дорог. Неизведанных нами, да, всяких таких путей. Если хотите видеть продолжение, например, уже на другой машинке, то обязательно пишите об этом в комментариях. И предлагайте также тачки, на которых можно погонять на этой карте. Ну, а с вами по-прежнему был Овер. Мы играли в BeamNG Drive. Я желаю вам всем всего-всего самого наилучшего. Не болейте, друзья. Подписывайтесь на канал. Не забывайте про лайки, про колокольчики. В описании будут ссылочки на моей социальной сети. ВК, Инстаграм, все дела. А я желаю вам всем всего-всего самого наилучшего. С вами по-прежнему был Овер. Всем удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok